МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Прокурор в семье». Единство и укрепление законности, защита прав и свобод граждан, борьба с преступностью. Вот это, пожалуй, основные задачи, которые стоят перед надзорным ведомством. Сегодня поговорим, как построена работа прокуратуры, что было сделано в этом году. И я беседую с Александром Сергеевичем Лачугиным, исполняющим обязанности прокурора Самарского района города Самара. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Но прежде чем приступить к работе, я хочу вам задать, наверное, традиционный вопрос для нашей программы «Прокурор в семье». Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в органах прокуратурных и, собственно, почему вы выбрали именно это место работы и эту достаточно сложную, серьезную профессию? В органах прокуратуры я работаю более 13 лет уже. Будучи еще студентом, на протяжении 3,5 лет ходил стажером, будучи, когда еще не был разделен прокуратурой, следственный комитет. Нравилась работа, хотелось именно помогать людям в какой-то мере, именно в правовых каких-то вопросах, разрешать их проблемы. И именно поэтому туда пошел. Скажите, ну вот когда вы только пришли в органы прокуратуры, ведь раньше очень практиковалось наставничество. Вот сейчас оно имеет место быть? Да, конечно. Молодые, за каждым молодым сотрудником устанавливается наставник, который на протяжении длительного времени довольно-таки, то есть дает какие-то советы, принимает у них также зачеты, и наставляет на путь по работе. Ну и так происходит работа, да, завершаю я вашу мысль. Скажите, вот за эти 13 лет, а какое самое интересное дело, вот сейчас приходит вам на память, вот как вы проявили себя во своей профессии? Ну, очень много обращается граждан с какими-то жилищными, коммунальными вопросами. У нас было очень много случаев, когда к отопительному сезону не было готово жилое помещение, то есть это именно по вине коммунальных сотрудников. Мерами прокурорского реагирования мы добивались устранения выявленных нарушений и восстановления нарушенных прав граждан. Ну вот все-таки работа прокурора – это командная работа прокуратуры всего района? Мы сейчас говорим о Самарском, либо все-таки каждый профессионал своего дела, и именно каждый добивается поставленных целей и задач? В любом случае, конечно, это командная работа, потому что каждый сотрудник отвечает за определенное направление деятельности. Прокурор координирует делать деятельность не только самих сотрудников, но и также правоохранительных органов. И только в взаимодействии со всеми органами, с правоохранителями госвласти мы добиваемся устранения выявленных нарушений и помогаем гражданам. Скажите, а вот какими качествами характер должен обладать прокурор? Ведь вы взаимодействуете с разными органами власти, с обычными жителями в том числе. Вот как вы считаете, прокурор должен быть немножко психологом? Ну, естественно, конечно, потому что и как жители района, сами заявители, бывают люди совершенно разные, и каждому нужно найти свой какой-то подход, помочь именно, найти именно тот подход, который поможет к решению проблемы. 2022 год близится к завершению, уже есть возможность подвести определенные итоги. Вот какие задачи были поставлены перед прокуратурой Самарского района? Год действительно был очень непростой. Перед прокуратурой района стояли многие вопросы. В частности, я считаю, что нам удалось добиться повышения, именно снижения задолженности по заработной плате. Только в этом году проохранительным органам района возбуждено 7 уголовных дел данной категории по невыплате заработной плате в отношении работодателей. При этом 4 уголовных дела возбуждены по материалам именно направленных прокуратурой района. Также проводится большое, выявляется многочисленное нарушение со стороны должностных лиц, лечебных учреждений, связанное именно с исполнением законодательства о рассмотрении обращений граждан. Сотрудниками прокуратуры выявлялись многочисленные нарушения, связанные с нерассмотрением обращений, недлежащим рассмотрением, нерассмотримым в установленном законном срок, а также когда обращения рассматривались не по существу. То есть обращение граждан, то, что они закладывали в это заявление, не разрешалось надлежащим образом. На это мы реагировали, вносили акты реагирования, после чего данные нарушения были устранены. А можете привести хотя бы один пример, как вы выявляли эти нарушения и как вы их устраняли? В любом случае мы смотрим поступившие к нам заявления, которые поступают в электронном виде, либо от заявителя. Если недостаточная информация для его разрешения, мы вызываем гражданина, пытаемся отобрать от него объяснение, уточнить конкретно, какие нарушены его права, в чем именно это выразилось. И, соответственно, после этого только начинаем проводить проверку. Вы говорили, что невыплаченная заработная плата, но все-таки это, наверное, постпандемии проблемы в большинстве своем были, да? Ну, это во многом. Это и разное есть. Есть и сами по себе, где работодатели, несмотря на то, что на их счетах есть и деньги, они тратят их на организацию, а именно на невыплату заработной платы. Что, конечно, нарушает законные права граждан непосредственно, на что мы, соответственно, реагируем. Ну, а вот теперь, наверное, давайте озвучим какие-то организационные моменты. Если гражданин понимает, что явно его права нарушаются, каким образом обратиться в прокуратуру, как подать заявление, и что лучше сделать вначале? Прийти на личный прием, либо все-таки подать заявление, и дальше что? Вот весь механизм от начала до конца. Расскажите, пожалуйста. Человек может в любом виде обратиться в прокуратуру. Сейчас есть на сайте госуслуг предоставлено, то есть заполнить заявление. Может письменно прийти в прокуратуру, обратиться, также получить разъяснение от прокурора, который будет принимать его. Может даже в ящик почтовый положить, направить почтой. То есть в любом случае поступившее заявление будет рассмотрено сотрудниками прокуратуры. Вы сказали заявление, значит это есть какая-то определенная форма. То есть нельзя взять лист бумаги, ручку и от руки написать свою, грубо говоря, жалобу, еще поставить внизу анонимно, как очень часто бывает. Вот такие заявления не принимаются? Согласно действующему законодательству, любые заявления проверяются, то есть и проводится по ним проверка. Содержащие в нем факты проверяется, направляется в те органы, допустим, правоохранительные органы, если касаемо уголовно наказуемого деяния, какого-то, и в любом случае проводится проверка. Какие сроки рассмотрения заявлений от граждан прокуратуры? Если это связаны с заявлением, поступившим в рамках уголовного процессуального законодательства, это от трех, может быть, продлено до десяти суток, и 30 дней, это в рамках общенадзорной проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры. Каким образом гражданин узнает, что его заявление рассмотрено? Заявление гражданину, который указал адрес почтовый, либо электронный адрес, будет направлено уведомление, то есть письмо и ответ с приложением всех документов. Если это будет в электронной почте, то все сканы документов будут ему предоставлены. Рост показателей говорит о том, что раньше недорабатывали. Ну, нельзя так сказать, что конкретно недорабатывали. За каждой цифрой стоят проблемы проверки, проведенные сотрудниками прокуратуры. На данный момент, на текущую дату, сотрудниками прокуратуры выявлено более 2300 нарушений закона вообще в целом. Это много-мало? Это нельзя сказать, это отчетные показатели. Но в любом случае за каждым нарушением стоят проверки, которые проводят сотрудники прокуратуры. Это и граждане, и их нарушения, которые мы устраняем, стараемся помочь именно гражданам. Вы сказали, что выявляете нарушение. А бывают ли такие проверки, где нарушение не обнаружено? Все по закону, все в порядке? Да, бывают, поступают заявления, где граждане считают, что их какие-либо права нарушены. Бывают факты. Мы либо даем разъяснение, либо именно после проведения проверки даем ответ заявителю. С правом, то есть с разъяснениями его обжаловать. То есть не все люди всегда согласны, им разъясняется право обжалования данного ответа. Но в любом случае рассматриваются все доводы заявителей, поступившие и содержащие заявление. Но все-таки, скажите, какие проблемы характерны именно для вашего Самарского района, Александр Сергеевич? Ну, для Самарского района это старые ветки, жилые дома, изношенные коммунальные системы. В связи с этим прокуратура района очень акцентирована работа на выявление жилищно-коммунального хозяйства нарушений. Так, в частности, нами выявлялись факты, где на протяжении длительного времени водили дом в эксплуатацию, именно подключали к отоплению. В связи с этим нами принимались меры реагирования. Только после вмешательства принятия нашими нам мер данные нарушения были устранены, дом подключен к отоплению. Ну вот, кстати, Кольше мы с вами заговорили об отопительном сезоне. Много было к вам обращений, вот именно, что нет тепла в домах? И каким образом все-таки прокуратура вмешивается, и все эти устранения потом происходят? В любом случае, то есть заявление, связанное нами, проверяется. Мы запрашиваем документы у управляющих компаний, у ресурсоснабжающих организаций. То есть смотрим самому. То есть причину выявляете, да? Конечно, да. Выезжаем, также привлекаем специалистов. Выезжаем со специалистами на, то есть будучи там, объект, здание, квартира, где проживает заявитель. И проверяем именно фактическое устранение выявленных нарушений нами. Скажите, а вот сколько специалистов работает в прокуратуре, я имею в виду ваших коллег, в Самарском районе? Хватает ли человеческого ресурса? Ведь очень много проблем, проблемы разного характера. Вы сказали, и проблемы ЖКХ, и уголовные, и преступные. Очень много обращений поступает. Вот успеваете справляться с таким большим потоком заявлений? Да, действительно, нагрузка идет очень большая на оперативных сотрудников, но в любом случае человек, который приходит в эту профессию, он должен не считаться с личным временем. Именно стоять на страже закона, именно соблюдение конституционных каких-то нарушений прав федерального законодательства. И принимать меры к их устранению. Давайте продолжим тему ЖКХ. Расскажите, на граждан, собственников жилых помещений, за кодом возложены все-таки какие-то обязанности? Конечно. Безусловно, гражданин обязан своевременно оплачивать работу по техническому содержанию, уведомлять органы о каких-то выявленных недостатках, нарушениях в работе, обеспечить доступ к этому оборудованию. То есть вы хотите сказать, что обычные граждане тоже должны помогать вам в вашей работе, да? Да, конечно. Обращаясь к нашим зрителям, также хотелось пояснить, что необходимо именно соблюдение норм с работой по газу, именно приглашать специалистов для устранения каких-либо недочетов, нарушений, потому что бытовой газ очень опасен. И в любом случае, то есть при надлежащем использовании газового оборудования, то есть подлежит, есть административная ответственность также и физических лиц, которые надлежащим образом должны его содержать, а также следить за его функциональностью. Хорошо. Какая проводится работа органами прокуратуры, если мы все-таки говорим о профилактике правонарушений? Органами прокуратуры проводится большая разъяснительная работа, это связано с новшествами, вступившими в законодательство. То есть проводится разъяснение на радио, телевидении, вместе с сотрудниками администрации, также на их сайтах. Проводится прием обращений граждан, где также разъясняется заявителем. Также прокурор проводит координирующую роль именно правоохранительных органов и направляет правоохранительные органы именно на выявление конкретных преступлений. Их делает акцент, это связано с профилактическим составом преступлений, который именно предупреждает более тяжкий состав преступления. Хорошо. Но вот все-таки в средствах массовой информации очень много говорят и пишут об информационных технологиях и как раз вот о преступлениях, связанных именно с ними. И мы в нашей программе неоднократно беседовали, как избежать мошенников, как предупредить преступления, связанные с мошенниками, и как не стать жертвами, соответственно. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в настоящее время, удалось ли органам прокуратуры именно снизить количество таких преступлений, Александр Сергеевич? К сожалению, количество данных преступлений неизбежно растет. Это связано с несведомленностью граждан, с совершенствованием уровня именно преступных деяний, с которыми подходит преступник и обманывает именно граждан. Ну, хищение денежных средств можно выделить такие основные моменты, именно как, точнее, вид, когда сотрудники, преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов, обманывают тем самым, вводят в заблуждение то, что их близкий родственник либо знакомый попал в какое-либо происшествие, дорожно-транспортное происшествие. Также выявляется по СМС-сообщениям рассылка, когда человек открывает телефон, заходит сообщение, переходит на какие-то конкретные ссылки, совершает покупки в магазинах. К этому надо подходить очень внимательно, так как именно преступники создают сайты подменные, то есть отличающиеся буквально одной буквой, одним каким-то символом, и человек, думая, что заходит на какой-то сайт магазина или еще что-то заказывает, вводит номер данной своей карты, какие-то свои данные, тем самым переводит деньги не в магазин и покупает какую-либо продукцию, а именно переводит деньги именно мошенникам. Ну вот, а какие бы еще основные моменты вы могли бы озвучить? Вот сейчас вы рассказали о способах, ну так вот более-менее известных. А в последнее время вот лично вам удавалось сталкиваться с какими-то новыми способами обмана людей, мошенниками, вот о которых вы даже ни разу не слышали? Да, у нас вот буквально недели две назад было возбуждено уголовное дело, человек обратился, увидел рекламу по инвестиционным фондам, то, что человек может свои деньги вложить, куда-то инвестировать, обратился, перешел по этой ссылке, долго, на протяжении длительного времени общался с человеком, не видя его, то есть не видя никаких данных его какой-то организации, и доверяя ему, он перевел очень большую сумму денег, думая, что его деньги будут работать на него, а фактически, то есть им завладели мошенники. Да. Ну вот все-таки в большинстве своих случаев вот в сеть мошенников попадают пенсионеры и переводят очень крупные суммы денег. Вот именно сейчас, обращаясь именно к людям этой категории, вот на что стоит в первую очередь обратить внимание, если даже элементарно поступил звонок по телефону, и в трубке представляется сотрудник банка, к примеру. Вот на что нужно обратить внимание? Ну, во-первых, следует обратить внимание, что сотрудники банка никогда не позволят узнать ваши какие-то персональные данные, именно давать карты, номер, какие-то раскрывать, получать ссылки, устанавливать, сдавать какие-то, я не знаю, ссылки на программы, которые могут в дальнейшем быть установлены на ваш компьютер, либо телефон. То есть на это надо обращать, прежде всего, внимание. И всю информацию, поступающую, допустим, будто произошло какое-то происшествие с вашим знакомым, либо списание денег, необходимо именно обращаться по телефону, указанному на картах, которые и также звонить вашим родственникам, близким, дозваниваться до них и узнавать конкретно, где находится человек, в чем стоит его проблема. Да, ну и самое главное, наверное, не паниковать, все-таки оставаться спокойным. И вот в первую очередь, если звонят и говорят, то, что случилось что-то с родственником, позвонить этому родственнику, а не верить на слово совершенно незнакомому человеку. Вы знаете, о чем я еще хотела бы вас спросить, очень часто бывает такое, что порядочный гражданин просто идет, ну, к примеру, по улице и находит карту. Сразу возникает соблазн, да, ей воспользоваться. Скажите, ведь это тоже преступление, если, допустим, в магазине человек, который нашел карту, расплачивается найденной картой? Конечно, это является хищением денежных средств с банковского счета, с банковской карты. За это преступление предусмотрена уголовная ответственность именно. И прежде всего, если человек находит карту, необходимо обратиться к правоохранительному органу либо сотрудникам банка и принять меры именно к возврату. Потому что карта может быть потеряна, как мы с вами говорили, также и пенсионерам, и другим социально незащищенным гражданам, для которых это денежные средства важны очень. Ну, я просто еще и хотела спросить вас о том, не нужно заблуждаться и думать, что меня не найдут, к примеру, да, я расплатилась эту карту и выкинула. Здесь же есть камеры, вот продолжите мою мысль. Да, конечно, в магазинах, будучи сейчас, мне кажется, в любом магазине есть камеры, они на протяжении длительного времени довольно-таки хранятся, то есть и при поступлении заявлений в правоохранительный орган по факту именно хищения отрабатывается первым делом, где снимались данные денежные средства, то есть изымается в записи с камер видеонаблюдения и проводится оперативное расстановление мероприятий, направленное именно на установление лица, которое похитило деньги. А вот такие случаи, когда люди оставляют деньги в банкоматах, но забывают, такое тоже бывало, я, кстати, один раз даже была свидетельницей такого случая, и следующий по очереди гражданин просто присваивает чужие деньги. Это тоже нарушение закона? Это тоже считается хищением и воровством? Конечно, это является уголовно наказуемым также деянием. Если человек подошел к банкомату, видит, что там остались какие-то денежные средства, то есть необходимо именно обратиться к сотрудникам банка, передать эту сумму желательно именно под расписку, под заявление, потому что это является уголовно наказуемым деянием именно присвоения и кражи этих денег. А вот есть какая-то, Александр Сергеевич, универсальная формула, которая позволит обезопасить себя от мошенников и по телефону, и через интернет-магазины? Да, конечно, это не доверять, прежде всего, всем лицам, которые звонят, поступают какие-либо информации до вас, не передавать какие-либо данные, личные данные по карте, свои какие-то персональные данные, цифры, содержащиеся на этой карте, не переходить по каким-то ссылкам незнакомым, проводить операции по покупке в какой-либо магазине, либо еще переводу денег, именно на знакомых картах, именно проверять адресную строку, вводимую в интернете. А посоветовали ли вы, очень многие, кстати, это делают, когда видят, ну, к примеру, подменные номера или незнакомые номера, и разговоры записывают. Вот нужно ли эти разговоры, особенно, когда это явно мошенники, передавать в органы прокуратуры или полиции? Конечно, по возможности, если есть такая возможность, необходимо записать данный разговор. Это может в дальнейшем повлиять на раскрытие и расследование уголовного дела, так как по голосу можно провести экспертизу, то есть установить человека, принадлежность его, если качество будет, аудиозаписи будет нормального записи. Нормального качества. Ну вот все-таки, да, а насколько велика или низка все-таки раскрываемость преступлений именно с телефоном и интернет-мошенничеством? Есть определенные продвижения со стороны сотрудников и прохранительных органов, в которых принимаются меры. На УВД города есть отдельный отдел, который занимается именно раскрытием именно таких преступлений. Но говорить о том, что мы победили эту преступность, мы не можем на данный момент, так как, заявлений очень большое все равно количества поступают. То есть заявление писать нужно в любом случае. А для чего нужно писать заявление? Чем раньше человек обратится с заявлением именно прохранительного органа, связанным с хищением и связанным с информационными технологиями, тем быстрее сотрудники полиции могут провести какие-либо мероприятия, связанные с изъятием видеозаписи, установлением местонахождения данного лица. То есть при хищении данных денег со счета необходимо сразу обращаться к сотрудникам полиции, чтобы они скорее могли проводить какие-либо оперативно-рыскные мероприятия и проверку. Ну, я поняла, что писать заявление в полицию нужно. А вот если все-таки гражданин пострадал от действий преступников, помимо заявления что-то нужно еще делать, куда-то нужно еще обращаться? Да, конечно, необходимо обратиться именно к сотрудникам банка, поставить их в известность, то, что с вашего счета произвели хищение денег, списание, переводы, какие вы это совершили неправомерно. В связи с этим необходимо обращаться и к сотрудникам банка, и к сотрудникам правоохранительных органов. Ну что же, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, что можно сказать именно о преступности и о законности в Самарском районе? Нами принимаются необходимые меры, связанные именно с снижением количества криминогенной ситуации на территории района. При этом, то есть, с сотрудниками правоохранительных органов всегда есть над чем работать. Что бы хотели пожелать жителям города? Все-таки мы нашу программу завершали и говорили о мошенниках. Как все-таки обезопасить себя и чего не нужно делать, чтобы не попасть в сеть мошенников? Не доверять, проверять информацию. В случае возникновения каких-то сомнений, обращаться к правоохранительным органам, к сотрудникам банка для получения именно разъяснений по официальным номерам, адресам и телефонам. Ну а вся информация как раз вот о прокуратуре Самарского района доступна на сайтах и также о проведении личного приема прокурора. Скажите, а вот с какими вопросами нужно обязательно идти в прокуратуру, с которыми не стоит точно? Ну, нет таких критерий вопросов, к которым нельзя к нам обращаться. В любом случае человек может обратиться к нам, получить конкретное разъяснение по данному вопросу. И заявление в любом случае будет принято и проверено. Я благодарю вас за беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Это была программа «Прокурор в теме». Всего хорошего. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова